Доброе-доброе утро! Господи, только что побыла на улице с собаками. Во-первых, у меня адски болит голова. Я вчера легла с головной болью. Я просто вырубилась от того, что она так сильно болела. Я выпила таблетку, думаю, утром встану и болеть не будет. Угу, херушки. Я проснулась такой жутко, я просто дышать, ходить, стоять не могу. Но я только что женщину на улице довела до слез. Вернее, она меня довела до истерики. И сама начала плакать, сама же от себя. Она меня прокляла. Прокляла меня, мое первое, второе, третье, десятое поколение. А знаете из-за чего? Стоит она посреди парка с пакетом костей и разбрасывает эти кости. Я подхожу и спрашиваю, что вы делаете? Я птичек кормлю. Я говорю, каких птичек? Говорю, ну вы понимаете, что это парк? Говорю, здесь, говорю, гуляют с собаками. Здесь, говорю, гуляют с детьми. Говорю, птиц, идите кормите туда, ближе к мусорке, там, где их все кормят. Нет, я буду кормить здесь. Короче, говорю, ну если вы будете их кормить здесь, значит, я буду стоять возле вас и собирать все кости, которые вы разбрасываете. Потому что, говорю, я только и делаю, что хожу по парку, да кости собираю. Она начинает бросать кость, я подхожу, ее беру, кладу в пакет. Она бросает вторую кость, я подхожу, кладу в пакет. Что вы думаете? Она начинает плакать, прячет эти кости, достает какой-то зеленый хлеб. И начинает его разбрасывать. Я его, опять же-таки, беру и кладу в пакет. Говорю, вы понимаете, говорю, что я буду возле вас стоять, говорю, и все равно это все собирать. Потому что это не нужно делать здесь. Она, давай плакать, давай меня проклинать. Говорит, что я такая-сякая, что я никогда в жизни не покормлю птичку. Я, которая никогда в жизни не покормлю птичку. Я, которая никогда в жизни не покормлю какую-то бездомную собаку. Просто это делать нужно. Не в положенных местах, а не в парке. Вот и все. Вся история, я исты, пытаюсь это объяснить. Она уже в истерике, в слезах. Эти проклены-заклены начинают кидаться у меня уже этими костями, этим хлебом. Слушайте, это просто какой-то трындец. Я вам серьезно говорю. Люди, адекватней немножко нужно быть. Короче, все. Я сегодня уже прокленная, закленная. И я хочу с Кирой сегодня. Она мне вчера обещала, что она со мной съездит в торговый центр, но не в Лавину. Потому что я там уже была. И там нету размеров и моделей. Я хочу попробовать поехать в другой торговый центр. Чтобы там посмотреть. Может быть, я найду там те джинсы, которые я вчера мерила. Кюлоты вот эти вот нежно-фиолетовые. И может быть, еще что-нибудь увижу. Она спит. Но она мне обещала. И я жду, когда она проснется. Пусть Вику с собой берет. Я не знаю, кого хочешь, пусть с собой берет. Но чтобы она со мной съездила. Ну, обещания нужно сдерживать. Кира. Кирюша. Ну, ты же мне обещала, доча. Меня и так сегодня уже прокляли. Проклю. Обещания три года ждут. Не, зайка, только не три года. Бери Вику, поехали. Когда? Вставай тогда уже. У двенадцатого дына. Надо почистить все-таки таблетку. Я не выдержу эту голову. Еще Тера у меня сегодня тоже всю ночь урыгала. Ой, блин. Ну, вот что происходит в этой жизни, скажите мне, пожалуйста. Я еще не могу найти таблетки. У меня какие-то таблетки были интересные, которые мне сестра рекомендовала. Я их не могу найти. Ладно, так, сейчас буду искать, вспоминать, куда я могла что положить. Не нашла. Я реально не нашла. Я не знаю, куда я могла их запихнуть. Или, возможно, я их уже все съела. Но я не нашла. Собаки, я не знаю, кормить ли вас. Вы сегодня мне рыгаете. Вы сегодня себя плохо чувствуете. И я, честно говоря, мне кажется, догадываюсь, из-за чего это может быть. Из-за костей, которые я покупаю. Потому что, как только кости не даю, у них все нормально. Как только они кости съедят, им начинает плохо быть. Поэтому никаких косточек больше. Вот писюны и буду покупать, когда появятся. И все, писюнок вам плохо не становится. А от этих же костей что-то не знаю, что нет. Или они жирные сильно. Или они их глотают. Или что они с ними делают. Но вот постоянно от костей. Потом, через какое-то время, им плохо. Тера сегодня всю ночь мне творила чудеса. Творилка чудес, да? Творила, творила и натворила. Ах, что Маша теперь все стирает. Конечно. Люблю тебя. Люблю, люблю. Решила разбудить Киру через Вику. Сейчас, звоню ей. Хоть я на нее обижена, но я ее разбужу. Я, по крайней мере, попробую. Вика такая, что она трубку берет только тогда, когда ей это надо. Алло. Вика. Виктория. Алло. Да. Доброе утречко. Да. Ты еще спишь? Да. Просыпайся. Одевайся. Собирайся. И я тебя жду здесь. А что такое? Потому что мне Кира вчера обещала, что она со мной съездит в Ретравиль. А ты едешь вместе с нами. Угу. Ну хорошо, потому что я буду спрятаться. Давай. Давай. Слушай, с Викой это было намного легче, чем с тобой. Я тебе честно говорю, Кира. Ее было намного легче уговорить. А тебя намного сложнее. Где ты там? Кукусики мои. Подъем. Я уже хачапури приготовила. Так что давай. Подъем. Завтрак подан, как это говорится, в нашей семье. Все готово. А я не знаю, что я хочу. Я или банан хочу. Или тоже немножко хачапури съем. А, ну в любом случае. Вику разбудила. Киру разбудила. Всех разбудила. Мама самая лучшая на свете. И ее все не любят за то, что она такое делает. Что? Притрушена якась. Притрушена якась? Ну це ж я. А якби я была не притрушена, то це была б жена я. Правильно? Ну была б я звичайна Маша. Просто Маша. Было бы ж на чекаву. Было бы просто неинтересно. А так я не просто Маша. Я морячка. Первый уже идет. Второй там топик. И подшивала я ей. Вернее распорола. Жду пока она сейчас их померит. Чтобы можно было ей подшить. Привет. Что ты на меня так смотришь? Иголка что у меня здесь? Я швейным мастерством занимаюсь. Раздевайся. Ну что? Покажи. Надо подшивать ли вообще? Ну, посмотри. Не, так можно тут просто подтянуть. А вы захалийте туда. Подтягивай. Куда? Я Катерина Анатолия, наишкин. Да. Ну. Я просто там распорола, потому что здесь можно же было, видишь, что сделать. Ну что? Ну вот так вот нормально. Ну вот это вот весельки. Эти весельки. Ладно. Ладно. Собрано. Вот собранная стоит уже. Кстати, собралась быстрее Киры. Покажи. Хотя просмотрели? Покажи, как получилось. А тебе холодно не будет, ты, принцесса моя? А я тоже в топливе. Ну смотри. Что? Я в топливе. В таком? Ну не в таком, но точно такой же. Ух ты, у тебя такой пояс прикольный. Ромашка. Мне нравится. Чего? А ты решила Кире носочки одеть? Да. Боже, как это мило. Боже, как это мило. Ой, тесо. Мамочка родная. Обалдеть. Обалдеть. Это так всегда, Вика? Нет. Это только сейчас, да? Она мне то обувь одевает, то носки одевает, то... То буртичку везде застегивает, то шнурки одевает, то ширинку. Да. А ты в штанах пойдешь или джинсы оденешь? Я не знаю. Короче, давай, Кира, быстрее. Давай джинсы. Одевай джинсы. Может, сейчас тебе еще джинсы посмотрим. Какие? Можешь красные одеть. Да нет, ну ты... Надо черные. Пошли тебе купим черные джинсы. Одевай любые, пошли. Все, собирайся. Как всегда. А тебе холодно не будет? В этой жалко. Покажись. Нормально, мы же едем в торговый центр, тем более мы на такси. Отлично будет, собирайся. Ну, у меня просто какая корточка лучше, эта или та? Ну, мне это больше нравится. А мне это и это нравится. Господи, Киря, я вызвала такси уже. Я же сказала, что надо вызывать, когда она обувь оденет. А ты спрашивала, почему? Вот почему. Ну, не знаю, мне это нравится. Да. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Вика. Кира, одевай хорошо. Эта курточка отличная. Серьезно тебе говорю. Господи, надо открыть все. Собаки, вы заставших остаетесь. Снега не обижать. Вести себя прилично. Ни гавкать, ни писать, ни какать. Что? Что? Так, и на кухне тоже открою окошко. Чтобы здесь вообще было все. Ух! Что у вас за секреты? У нас такие секреты. Давайте без секретов. Выходите, пошли. Я не верю, что это произошло, и мы вышли. И вот этот вот ребенок наконец-то собрался. Ну, он крана собрался как? Это было вот так вот. Уже я ее выпихнула, потому что она начала еще сумки мерить и решать. А с какой сумкой лучше подходит куртка? А может быть, куртка не подходит, надо поменять. Кира, вон наша машина. Черная? Да. Ныряйте. Почему не Тесла? Давайте, почему? По качану. И сегодня мы будем посещать вот этот вот торговый центр. Я надеюсь, я тут найду то, что мне нужно. Я надеюсь, я Кире найду то, что ей нужно. Ты что отворачиваешься, слышишь ты? Я зевала. Отворучка. Ты вообще. Просто так. Королева вышла. Она же королева, понимаешь, Вика? Я нам штуки зеволота положила. Просто так. Зашли в магазин, де-факто. Мне тут рубашечка понравилась, розовая. Вообще, какая она прикольная. Вот, траля-ля, 900 гривен. Ну, очень классная. Белая уже не такая, розовая вообще бомбическая. Девчонки что-то смотрят. Что такое? Сумку тебе надо поменять, да. Она порвана вся, посмотри. Ну, так что? Так что надо сделать? Найди себе новую. Кир, пока я добрая. Мне не нравятся такие сумки. Она не красивая, но шо это? Ну да. Ну, шо это такое? Это еще и розовый. Это еще и розовый. Давай. Черный, я люблю черный. Так, черный надо, но не розовый. Розовый, это чуть-маша под платье. Мне белую надо. Мне белую надо. Мне белую надо под платье. О, а я хочу себе вот такие вот штаны. Только почему нету моих размеров? Давай, выбирай себе что-то. У меня тут еще и по-моему. Синцей. Надо снизить. О, мой размер, по-моему, да? Тридцать второй. Кира, можно я померяю? Давай тогда, ты тоже можешь тебе что-то найди померить. А тебе такие джинсы не нравятся? Нет. Короче, я опять начала Киру уговаривать. Пошли в примерочную. Я себе очень хотела кюлоты, именно штаны. Но они мне что-то не очень. Не знаю, может быть, просто не под этот лук, не под эти джинсы. Но что-то в них не то. Вот вчерашние мне понравились. Намного интереснее, чем эти. Эти как-то смотрятся. Ну, что-то в них не так. Короче, не знаю. Ну, не то. Не-не-не. Это. Кира себе сумочку вот такую вот подобрала. Ну, Кира, ну такие цены на сумки ты дешевле не найдешь. Ну, миленькая. Ну, пошли еще посмотрим, может быть, к ней вернемся. Почему все сумки с вот такими вот принтами? Они меня капец попрошли. Мне тоже, кстати, не нравится в последнее время. Она такая змея. Как будто хрятная поцарапанная. У меня сумка с такими же принтами. Посмотрите, очень похоже. Видите? У тебя сумки уже сто лет в обед этой. Так, куда идем? Нет. А где тут сенсей? Это называется, Маша себе что-то захотела. Маша что-то придумала. И теперь оно Маше надо. Но она не знает, как и с чем это носить. Понимаете? И все, я теперь хожу и не могу себе место найти. Как это говорится, хочу, а не можем. В общем, они как всегда на своей волне. Нью-Йоркер. Ну, Нью-Йоркер я даже, наверное, не буду заходить. Может быть, на обратном пути. Мне сейчас нужен сенсей. И можно будет еще... Кириска, можно потом еще в Нью-Йорке зайти? А там очень урока. Где? Вот здесь вот? Да. Это такой же дешевый, как и сенсей-магазин. Ну, ладно. Так вот, они действительно... В Голди? Да. В Голди? Там сцены и в кафе. Голди – это подделка на все тренды, какие только может быть. Но пошив просто ужасный. А что ты меня... А-а-а. Так, и здесь, как всегда, музыка валает по самому. Я не хочу, Кира, не спеши. Нам нужно джинсы смотреть. Кира! Так, надо здесь Кире сейчас посмотреть джинсы. Мне, кстати, вот эта кофточка нравится. Знаете почему? Она мне напоминает этого... Боже, как его называют? Фредди Крюгера. Из... Фредди Крюгер. Да, клевая кофта? Да. Тебе не нравится такая? Нет. Фредди Крюгер, который во снах приходил и съедал людей. Обалденная. Так. А, вот, кстати... Смотрите, и тут у нас, как всегда... Ооо, 32-й есть! Я чумею, 32-й есть! Смотрите, 599 гривен, еще и скидка будет 30%, да? Знаешь, у меня джинсы мне не требуют спортивки. У меня джинсы в миллион. У тебя черных нет? Это только что мне сказала, что тебе нужны черные. Кира, 30% скидка бывает раз в жизни. Посмотри, они стоят 600 гривен. 30%. Ты вообще купишь их за 300. Где ты такие джинсы купишь за 300? На, держи. У тебя, да? Это мне, да. Но тебе тоже надо что-то найти. Возьму еще вот такую курточку померить. И как всегда, я Кирюху потеряла. Кира сумочки смотрит. Кира, а как тебе курточка вот такая вот? Есть еще бежевая. А вот такая тебе не нравится? Я ее засуну, теперь уже дам и убью. А, ну, дело в том, что ее бы носили, я бы ее под платье носила, и ты бы ее носила. И была бы классная одна сумка на двоих. Потому что мне, в принципе, не нужно один раз взять. И все. Но я белую не смогу носить. Смотри, возьми в руки. Шикарно смотрится. Я тебе рекомендую. Может быть, себе ее взять под платьишко. Кира, а если я такую себе под платье возьму? А? Это такая черная? Да, только черная. Но я бы белую брала. 160-170 гривен. Вот это? Да. Тут есть ремешок длинный, интересно? Шикарно, шикарно. Еще и длинный ремешок. Все, 100% надо брать. Сейчас, покажи. Одень ее вот так вот. А она увеличивается? Она увеличивается. А, она увеличивается, да. Можешь увеличить. А вот я еще вот на такую смотрела. Но она, мне кажется, очень громоздкая. Посмотрите, она прям гигантская. Поэтому мне вот это вот больше нравится. И тут как раз маленькая, чисто для телефона и для карточки. Больше ничего не надо в этой жизни для человека Маши. Короче, Кира еще меряет вот такую вот обувь. Я не нравится. И кроссовки вот такие черные. Мне, кстати, черные кроссовки тоже очень нравятся. Чисто вот так вот бегать, когда грязно. Но они маленькие. Тоже маленькие? Тоже маленькие? Но есть 39-й. Большой был. Не, реально. И у меня вот эта нога маленькая. Так, может, другой возьми? 30-й. Но если тебе нравится, то меряй. Если нет, то вон у тебя есть в чем ходить. Ну, не знаю. Мне больше белым, да. Все, тогда окей. И смотрите, что мы тут понабирали. Тут, короче, красота, красотища или потально потище. Мы будем бомжами весь оставшийся месяц. Но зато с классом шмоткаем. Да. А что такое, Кира? Можно хоть раз в жизни расслабиться? Значит, мы есть не будем. Мы так на диете. А? На диете. Будем на диете. Ничего страшного. Зато мы сейчас все купим себе, а потом нам ничего не надо будет покупать. Вот и все. Да, вообще, для лета, чтобы такого типа плавалетнего, лучше сейчас покупать. Да, потому что потом будут цены, будет космос. Еще неизвестно, ты смотри, оно все дорожает и дорожает. А сейчас скидки, надо успевать. На обувь, кстати, тоже 30% скидка. Вот сколько они стоят? 700. А так они выйдут за 500, точно так же, как я вчера купила. Угу. Так что пошли мериться. Смотрите, это я уже померила 32 размера, вчера такие же мерила 34. Ну, они симпатичные. Они очень классные. Но я не знаю, нужны ли они мне. Вот это вот единственное. Ну, а так они даже очень ничего. Я предлагаю Кире их померить. Но она же, как всегда, уперлась с рогом. И ей ничего в этой жизни не надо. Хотя потом будет плакать. Говорит мама, почему нет? Но я сейчас еще возьму вот эти померю, которые я вчера мерила. Килоты. Вот. Единственное, что я смотрю, что здесь шов неровный. Мне, как всегда, везет. Короче, я померила размер меньше, но размер меньше ужасно. Потому что он здесь все четко. Но он как-то вот здесь вот облегает. И мне, конечно, вообще не нравится мне ни то, ни все. Кира вообще ничего не хочет. Ей ничего вообще не надо. Единственное, сейчас еще курточку померяю. Ну, в общем, с джинсами, видите, как мне не всегда везет. И не всегда мне все подходит. Кира куртку померила. Я говорю, меряй, чтобы мы с тобой вдвоем носили. Потому что мы с ней всегда носим все на двоих. И посмотрите, как клево. Кира, даже этот цвет клево. Мы ее берем. Хорошо. Скажи, прикольно. Да, она круто смотрится. Так что курточку эту берем. Она классная и на Киру, и на меня. Пойдет. Пижама вообще просто топчик. Шикарный Кир. Вот и все. Еще один пакетик. И тут тоже куча всего интересного. А девочки куда-то убежали в туалет. Ну, теперь не знаю. У меня так башка сильно трещит, что я теперь даже не знаю, что делать. Держи, поздравляю тебя с покупочками. Пошли, зайдем в Нью-Йорк и посмотрим тебе спортивные штаны. Или вот сюда, в Волге. Вон, смотри, тут спортивные. Пошли. Слышишь? Идем, зайдем, посмотрим. Кира хочет есть и везет всех кушать. Но меня не надо кормить. Ой, конечно, конечно, я знаю, что ты хочешь, я помахнула. Ну, я с Викой. Нам помахали. Короче, ко мне вот так вот мальчик, вот так вот мальчик притиснулся и вот так вот сделал. Я вот такая, вот так притиснул. Боже мой, куда они меня ведут? Ребята, ну зато я купила так вот что. Можна, короче, вам могла мне взять. Мне бесплатно и ей. Так, я не хочу с вами вылезать в эти, да, в эти во все истории. Я себе единственное, что купила просто офигительную пижаму. Я Кире купила просто офигительную пижаму. А еще я купила сумку себе под платье. Кира себе купила сумку. Кстати, Кир, покажи. Покажи. Вот. За 200 гривен. И купили. Короче, дома все покажем, но на самом деле все, больше ничего не надо. Джинсы я себе не брала, потому что я посчитала, что не буду. Не буду. Вот не буду спешить. Если я немножко... Вчера они мне нравились, сегодня я сомневаюсь. Если я сомневаюсь, то, значит, я этого делать не буду. А где, куда? Боже, куда они меня ведут? Ааа, куда-то в супер клевое место. Обалдеть. Вот это, конечно... Иди. Ах, ладно, идем. Я типа с тобой должна, да? Ну, я еще желаю, что-то заказать. Ну, ладно, ладно. Как тут красиво. Слушайте, я только увидела вот эти вот... Журавлыки. Жовтоплокейтных. Прикольно. Тэн-тэ-рэ-рэн, тэ-рэн-тэн-тэн. И куда мы идем? Куда мы идем? Класс. В общем, второй день кайфа, второй день шопинга, и я мега счастлива. А девочки идут, считают, сколько троллейбусов мы пропустили, потому что обратно мы едем на троллейбале. Боже мой, мы сегодня с Кирой будем спать красивые. Представляете? Она будет красивая, и я буду красивая. Боже, что для счастья надо, да? Кусочек шоколада, и больше ничего. А нам на какую сторону? А туда. Мы уже пропустили все троллейбусы? Да. Ну, а вон же едет какой-то, сейчас будет. Он должен еще развернуться, доехать отсюда. Ну, не страшно, мы подождем, пока он развернется и доедет. Мы уже дома. Девчонки там куда-то опять собираются. Короче, они уходят. Что мы купили? Что мы купили? Кира, как всегда, ничего показывать не будет, если взяла сумочку беленькую. Самую обычную, самую простенькую. Потому что я вообще, в принципе, сумки не ношу, но она мне будет очень хорошо под платье. А ну, дай платье мне, пожалуйста, на секундочку. Сюда я просто приложу. О, вот так вот. А, смотрите, она тоже неплохо будет. Она будет неплохо. Я просто очень переживала, что вот эта вот штучка, она будет некрасива. Мне кажется, очень даже миленько. Смотри. Клево. Да даже под курточку вам просто носить тоже вот это вот. И под курточку. Ну, я просто сумки не знаю. Я как-то так раньше сумками ходила. Потом что-то отвыкла от этого дела. Смотрю, да, неплохо. Короче, у меня есть теперь сумка. Поздравьте у меня. Боже мой, у меня столько лет не было сумки, теперь она у нее есть. Что еще? О, да. Все-таки взяли курточку вот такую вот. Слушайте, я думала, что мне зеленый цвет не идет. Вот. А на самом деле, мне кажется, даже очень неплохо. И на Кире эта куртка тоже смотрится просто борьбически. Она такая весенняя, осенняя, легенькая. Единственное, что ее стирать нельзя. Как я вчера говорила, мне кажется, если я ее постираю, что ей будет Ж. Поэтому мы ее носим до первой стирки. Я и Кира. Ага. Да. Это еще. Еще нельзя. Еще Кире взяли вот такие вот кеды-кроссовочки. Неплохие, обычные белые. Хотели немножко другие взять, но других не было. Слушайте, и, конечно, размер у моей Киры, простите, пожалуйста, 38. Хотя я тоже ношу 38. И получается, что у нас с ней вообще уже один размер. Ну да, в принципе, она мои обуви уже забрала, поэтому да, один размер. Что еще? Ну еще тут нижнее брье. Неважно. И самое, самое, самое классное. Это просто, это просто моя любовь. Да, я сейчас погуляю с собаками, у меня тем более так болит голова, что я просто в нее залезу и все. Это просто бомбическая пижамка. Посмотрите, какие штанишки. Обалденные. И, ой, сейчас, подождите. Сейчас, сейчас, сейчас. И обычная кофточка. Но кофточка могла, конечно, быть здесь другая. Но вот такая вот пижамочка. Это моя штаны-футболка. И, ха, это еще не все. И просто еще одна обалденная пижамка Кирина. Вот такая вот, типа, рубашечка с коротким рукавом. И просто очумительные шортики. Вот, вот. Короче, мы теперь будем мега красотки с Кириной. Спать будем красивые. Одежда есть. Все. Я кайфанула за два дня конкретно. А девочки уже кудысь сбираются. Кудысь сбираются. О, девочки, пожалуйста, заберите мусор. Да, пока. Только мусор заберите. Я сейчас тоже пойду уже с собаками гулять. Потому что уже 4 часа, как-никак. 4 часа. Боже, Вика, забери, пожалуйста, его. Я тебя жду, пока Миккира соберется. Я его гоню. Может, уголку или нет? Не, 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 не. Все. Все. Спасибо большое. Пока. 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 Так что, я скажу, что мне вот эти пижамы очень понравились. Просто. Может быть, я потом еще себе вот такую вот куплю. Ну, я просто дело в том, что шорты не очень люблю. Но, может, на лето и приобрету себе с шортиками. Ха, клевая, да? Она такая классная. И ткань тут не синтетика, а натуральная хэбэшечка. Это я вообще обожаю. Ну, а я себе взяла со штанишками. Даже если штаны, то сюда можно любую футболочку. И будет тоже бомбически. А вообще было бы классно, если бы были штаны и вот эта вот штука, да? Было бы вообще прикольно. Но почему-то так не произошло. Это надо, получается, покупать два комплекта, чтобы был вот такой вот комплект. Зачем так странно делали? Ну, в общем, все. Я скажу так, что на этот месяц именно конкретно я психанула, конкретно все накупила. И конкретно сильно, конкретно потратилась, да, именно жестко. Ну, а теперь зато у нас все есть. У Кирюхи все есть, у меня все есть. Единственное, конечно, Кира джинсы никакие не захотела. Но так как у нее джинс достаточно много, она сказала, мама, мне не нужно ничего. А я мерила-мерила, и что-то я недомерила, и что-то я передумала. Еще буду думать, время еще до лета есть. Пока буду иметь то, что имею. У меня, ребята, безумно сильно болит голова. У меня настолько адская головная боль, которая ни капельки не прошла, и которая совершенно меня мучает. И я вам не знаю, что мы не рубыты. Единственное, идти с собаками гулять и, наверное, отдыхать. Поэтому, что я хочу сказать. Всем на сегодня, наверное, пока. Чаушки, если вдруг мы с вами еще сегодня встретимся, то будет замечательно и хорошо. Если нет, то до скорой встречи. Темочки и лавушки, пока.